Спасибо за предоставленное слово, возможность выступить с этим докладом. Тема, конечно, давно уже отработанная, и очень много на эту тему прозвучало докладов, которые можно послушать во многих источниках и прочитать, но хотелось бы изложить немного, может быть, вы узнаете в этом докладе что-то новое. Итак, принципы технологии тонкоигольно-испирационной биопсии. Всем известны преимущества тонкоигольно-испирационной биопсии. Это высокая чувствительность и специфичность метода, малая травматичность, техническая простота обработки, возможность выполнения в амбулаторных условиях, относительно невысокая стоимость исследования. Чувствительность ТАП составляет, это тоже давно известные цифры, от 70 до 98%, специфичность от 70 до 100%. Что же можно отнести к недостаткам ТАП? Согласно данным Европейской тереоидной ассоциации, опубликованной в 2017 году, что от 2 до 16% случаев цитология не является диагностической. Как правило, недостаточно материала для диагностики и требуется повторное выполнение тонкоигольно-испирационной биопсии. И от 5 до 20% случаев невозможно произвести различия между доброкачественными и злокачественными узлами из-за неопределенных цитологических данных, которые включают и фолликулярную типию, и типию неопределенного значения. Ну, естественно, занимаясь биопсией щитовидной железы, необходимо знать анатомию шеи. Она весьма-весьма сложна, но в то же время нас интересует, как правило, передняя-боковая поверхность шеи. Для чего необходимо знать? Для того, чтобы избежать все-таки тех осложнений и повреждений тех анатомических структур, которые прилежат к щитовидной железе. Ну, вот ультразвуковая анатомия шеи, на которой мы, в принципе, неплохо видим, указка не работает, но под цифрой 1, это правая доля, не вижу, чтобы она работала. Да, раньше работала. Почему-то не показывает, да. А, вот заработала, да, вроде бы? Так, может подольше. Может подольше, да. Первое, это, ну, в принципе, все подписано. Первое, это правая доля щитовидной железы. Второе, это трахея. Третье, общая сонная артерия. Четвертое, общая ремная вена. Под цифрой 5 обозначены грудина, подъязычная грудина, щитовидная мышца. Шестое, грудина, ключично-сосовидная мышца. Седьмое, перешейк щитовидной железы. И нижняя щитовидная вена под цифрой 8. Она вот видна в данном случае на... Она видна уже на скошенных таких срезах. Показания к тонкоигольно-аспирационной биопсии щитовидной железы, они немного изменяются из года в год. В частности, вот в 2016 году, согласно российским клиническим рекомендациям, показанием являлись то, что мы слышали из предыдущего доклада. Это узловые образования, равные или превышающие в размере 1 см. Узловые образования менее 1 см при УЗИ-картине, подозрительной в отношении малигнизации, шейной лимфоденопатии. А также узловые образования менее 1 см при неблагоприятных аномнистических данных, облучшении шеи в детстве, наличии онкологических заболеваний анамнези, МН2-синдром у родственников первой линии, повышении уровня кальцитонина. В то же время в клинических рекомендациях по раку щитовидной железы от 2018 года они немного изменились, может быть, точнее не изменились, а, наверное, дополнились. Дополнились они тем, что необходимо при одиночных узлах диаметром более 1 см при наличии признаков высокой вероятности злокачественного процесса необходимо проведить не только этап первичной опухоли, но и этап подозрительных лимфатических узлов. Схема для узлов менее 1 см в диаметре практически не изменилась, соответствует тому, что в первом пункте указано, но добавилось, что при синтеграфии шеи холодные узлы также нуждаются в проведении тонко-игольно-испирационной биопсии, так же, как и горячие узлы, хотя злокачественная опухоль маловероятна. Это вот из клинических рекомендаций по раку щитовидной железы от 2018 года. В то же время в этих же рекомендациях указывается на то, что при наличии подозрительных на метастатическое поражение по данному узлу лимфатических узлов рекомендуется ТАП под УЗИ-контролем с определением уровня опухолевого маркера, то есть тириоглобулин при высокодифицированных типах рака щитовидной железы и кальцитонин в СМИ-пункционной иглы. Немного классификации Бетездов, которые нас по большому счету интересуют только первая и третья категория. Если говорить о тонко-игольных аспирационных биопсиях, при первой категории неинформативных пункциях, когда рейс злокачественность составляет от 1 до 4%, необходимо выполнить повторную тонко-игольно-испирационную биопсию. И при третьей категории, где рейс злокачественность составляется от 5 до 15%, также необходимо повторить тонко-игольно-испирационную биопсию. Это сложная для интерпретации пункции с подозрением на опухолевое поражение. Если говорить о рекомендациях Европейской тириоидной ассоциации, то для недиагностических образцов, как раз первого класса, в большинстве случаев проблема проистекает либо из-за отсутствия опыта в центре, выполнившем дефектную процедуру, либо из-за особых характеристик узелка. И там же звучит следующее, что в любом из еще упомянутых случаев наилучшим подходом является проведение второй тонко-игольно-испирационной биопсии в другом учреждении, имеющем опыт работы с тонко-игольно-испирационной биопсией. Достаточно радикальное такое решение, но тем не менее в рекомендациях звучит именно так. В некоторых случаях указано на то, что может помочь молекулярным тестированием. Немного о методике проведения тонко-игольно-испирационной биопсии. Что в настоящее время она должна выполняться только и исключительно под ультразвуковым контролем. Клетки щитовидной железы аспирируются с помощью иглы 21-го, 23-го, 25-го или 27-го калибра. Но для того, чтобы вы могли представить, 21-й калибр игол-игл – это обычные внутримышечные иглы, которые идут со шприцами 10-миллилитровыми. 23-го калибра – это то, что идут более тонкие иглы, помеченные серой конюлей. Они идут с 5-миллилитровыми шприцами. Аспирация материала проводится предпочтительно из периферических отделов узла, то есть не прямо из центра узла, а с периферической частью узла. Опять же, уточняем, не берем из зоны холло, а именно из периферической части собственного узла. И в образовании с кистозным компонентом необходимо первоначально взять материалы с солидной части узла и только после этого опорожнить кистозную часть опухоли. Опорожнение кистозной части производится либо с косметической целью, когда возникают достаточно эти большие узлы, большое кистозное содержимое, либо с лечебной целью, когда у пациента возникают какие-то неприятные ощущения, хотя опыт показывает, что эта кистозная часть достаточно быстро накапывается вновь. Мазки услышиваются на открытом воздухе. И у нас крайне редко, и, может быть, в некоторых учреждениях это и выполняется фиксация спиртовым раствором. Фиксация формалином не проводится никогда. Ну, немного о выполнении, конечно, тонкоигольной спиртационной биопсии. Увидеть, да, узел с кистозным содержимым, но, тем не менее, срекомендована тонкоигольная спиртационная биопсия, и, к сожалению, может быть, не очень демонстративно, но эту иголочку сейчас видно, что набирается солидной части. К сожалению, в этом ролике тут вырезалась часть, где опорожняется кистозная часть уже в конце, в окончательном варианте. Но сначала было аспирировано содержимое из мягкотканного компонента этого узла. Вот таким вот образом. В данном случае манипуляция занимает, как правило, все манипуляции тонкоигольной спиртационной биопсии занимают от 20 секунд до полутора минут. За это время можно набрать достаточное количество материала. И в заключении необходимо обратить внимание, сейчас секундочку, можно? Можно? Так, сейчас назад немножко вернемся. Хотелось бы сказать, что на протяжении всего проведения всей манипуляции пациенту необходимо рекомендовать не глотать. Потому что во время глотания можно повредить те структуры, которые находятся рядом. И, опять же, щитовидная железа достаточно сильно смещается. Могут возникнуть другие виды осложнений, о которых я скажу немного позже. Вот еще один пример пункции. То есть видно узел с явными признаками злокачественности, насколько я понимаю. Выполняется биопсия. Биопсию желательно выполнять вот таким вот веерным типом и набирать материал из разных участков узла. То есть в данном случае вы видите, что по типу веера иголка проходит через весь узелок. И набирается материал из различных частей узла. В то же время желательно, чтобы помощник, та медсестра, которая сопровождает ход манипуляций, следила за появлением содержимого в конюле иглы. Потому что большое количество содержимого, как правило, крови затрудняет интерпретацию социологических данных. Получаются очень жирные мазки, которые тяжело интерпретировать. Ну, немного об осложнениях тонкоигольной аспирационной биопсии. Это подкожная гематома, которая бывает достаточно редко, субкапсулярная гематома, ограниченное кровоизлияние внутри пунктируемого узла, кровотечение из сосудов щитовидной железы, а также подкожных вен с образованием гематом в клетчаточных пространствах шеи, пункции сонной артерии, пункции трахеи, нагноение в зоне пункции. По большому счету, это в основном литературные данные. В моей практике случались такие осложнения, как субкапсулярная гематома, это пункция сонной артерии, пункция трахеи. Пункция сонной артерии была, наверное, на заре занятий этими методами исследования. Когда работал еще на аппарате, без доплера невозможно было посмотреть, это было, наверное, середина 90-х годов, и вот тогда пропунктировал достаточно большую сонную артерию. И пункция трахеи, она единожды была, когда пациент как раз двинулся во время пункции. Как правило, все эти осложнения, точнее, все эти осложнения не носят какого-то фатального характера. Останавливается все, все кровотечения обычным пальцевым прижатием. Главное, не поддаваться панике, а спокойно работать дальше. Ну и еще одно осложнение, которое я постараюсь вам сейчас показать. Обратите внимание, что вот идет пункция, и обратите внимание, вот видите, ровный четкий контур капсулы. И теперь посмотрите, тотчас после вхождения иглы начинает формироваться небольшая субкапсулярная гематома с выходом за пределы щитовидной железы. Эта гематома наросла, но осталась вот в таких же пределах в процессе наблюдения. То есть гематомка небольшая, осложнений нет. Как правило, все субкапсулярные гематомы сопровождаются умеренным болевым синдромом. Необходимо рекомендовать пациентам пальцевое прижатие в послеманипуляционном периоде в течение 5-7 минут. Ну, а вначале, конечно, необходимо, чтобы подержал вместо пункции уже медицинский работник. И немного о пожеланиях к врачам ультразвуковой диагностики с моей позиции, как человек, который занимается тонкоигольной аспирационной биопсией. Все-таки выносить рекомендации к проведению тонкоигольной аспирационной биопсии с учетом ультразвуковой картины, указывать точные анатомические ориентиры узла, требующие проведения морфологической верификации с учетом сегментов щитовидной железы. Это очень помогает в работе, особенно при многоузловом поражении щитовидной железы, когда у нас выделяется практически то же самое время для выполнения биопсии, что и для ультразвуковой диагностики. Поэтому проводить диагностику дополнительную ультразвуковую с учетом всех критериев, наверное, для нас непозволительная роскошь. И опять же, нам необходимо написать все направления, оформить бумаги, это занимает определенное количество времени. Ну и указывать анатомические ориентиры лимфатических узлов, требующих проведения биопсии согласно классификации общепринятой по зонам их расположения. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Продолжение следует...